Первый в истории города общественный парк, созданный в английском стиле, ждет обновления. Названный в честь Александра Федоровны, супруги Николая I, сад решено было разбить в 1835 году. Несколько лет строительства, высадка деревьев и парк на склоне Волги становятся любимым местом нижегородцев. Работы на 35 гектарах обошлись императору Всероссийскому в 222 889 рублей. Парк живет, в нем гуляют Горький, Шаляпин и Мельников-Печерский. В 1940 году над садом вырастает памятник Чкалову, в 1949 торжественно открывают Чкаловскую лестницу, а в 1958 году на Волжском откосе проходят первые концерты на эстрадной сцене «Ракушка». Выступают музыканты филармонии с серьезными симфоническими программами. Постепенно сооружения в саду ветшают. С конца 80-х парк в преступном небрежении, а поджог «Ракушки» в 90-е годы становится драматичным, но логичным завершением его расцвета. Новой страницей в истории сада станет благоустройство к 800-летию. Подрядчик уже зашел на площадку. Задача – открыть обновленный парк к августу. «Ракушку», ее концепцию разрабатывала компания «Ваухаус», бюро «Ваухаус», то архитектурное бюро, которое делало всю концепцию благоустройства Александровского сада. Они изучали архивные документы, они отталкивались от ее формы, но все равно это новое прочтение «Ракушки». Здесь что важно, что сами летние вечера филармонии, как и раньше, они будут бесплатными. И это невероятной красоты вечера на Волжском откосе, то, что очень любили в нашем городе люди в 70-80-х годах. Сад, расположенный на склоне с перепадом высот более 70 метров, ждет озеленение, освещение, новое мощение, восстановление пешеходных дорожек и лестниц, а также установка беседок. Стоимость контракта – 500 миллионов рублей. Александр Шеломцев, Ренат Бикбаев. Время новостей.